Добрый день, новости на телеканале Югра в студии Илья Райшев. В Югре начали обустраивать зимние автодороги и ледовые переправы. Чтобы обеспечить транспортную доступность населенных пунктов в округе, построят почти 2500 километров зимников, в том числе 23,5 километров ледовых переправ. Сроки готовности автозимников во многом зависят от погодных условий. Однако по контракту срок ввода в эксплуатацию не позднее 25 декабря. Ответственные службы уже завезли необходимую технику и оборудование. На трассах утрамбовывают снег и послойно намораживают лед на переправах. Актуальную информацию о ходе устройства зимников можно найти на сайте управления автомобильных дорог. Информация обновляется ежедневно. Напомню, выезд на ледовые переправы до ввода их в эксплуатацию и официального открытия движения запрещен и опасен для жизни. Кроме того, за несанкционированный выезд на неокрепший лед предусмотрена административная ответственность и штраф. Перечень включается зимние автомобильные дороги. Первая от деревни Кама до автомобильной дороги Ханты-Мансийск-Таллинка по направлению Кама-Озеро-Имитуй. Сведение в эксплуатацию этой зимней автомобильной дороги сокращается расстояние до окружной столицы на 200 километров. Вторая от села Чембокчина до автомобильной дороги город Ханты-Мансийск-Горно-Правдинск по направлению 98-й километр автомобильной дороги Ирдыш-Причал на село Цингалы. В Нижневартовске шьют бескаркасные тактические носилки и утепленные спальные мешки для фронта. Универсальные, теплые, практичные. Спальные мешки мастера швейного цеха гильдии отшивают с учетом пожеланий военнослужащих. Просторные, чтобы в них было удобно даже в полной экипировке. Утепленный спальный мешок выдерживает температуру до 30 до минус 35 градусов. Он упакован в специальный чехол для удобства транспортировки. А еще спальник легко трансформируется в теплое одеяло. Да и весит он всего около 3 килограммов. Очень востребованы в зоне СВО и бескаркасные тактические носилки, которые шьют здесь же. Для них мастера придумали и специальные чехлы, которые легко крепятся на разгрузку или рюкзак. Стоит отметить, что гильдия входит в число предпринимателей и партнеров социального проекта «Забота», который направлен на поддержку участников специальной военной операции. Кроме того, мастерская поддерживает связь и с военным госпиталем, отрабатывая также и их запросы. Сейчас мы делаем эвакуационные стропы на 10 метров. Они двойные, очень крепкие. На концах этих строп идут карабины. Для того, чтобы если человек где-то находится, все равно невозможно его выдернуть, как-то к нему подползти, то кидают строп и его уже подтягивают. В медицине часто такое встречается, именно в военной. Помогают даже иногда эти стропы вытаскивать машину из грязи. То есть это такой универсальный материал. Необходимы сезонные вещи. В пункте сбора помощи военнослужащим не хватает носков, стелек и спальников. Напомню, это место, куда может прийти каждый, кто отправляется служить в зону специальной военной операции. Бойцов обеспечивают всем необходимым, включая средства защиты, медикаменты, продукты. Отмечу, помощь солдатам оказывают не только неравнодушные жители и волонтеры. Каждый, кто подписывает контракт с Министерством обороны страны, в Югре получает выплату. Почти миллион рублей. Подробнее в нашем сюжете. Чтобы у них ручки не заверзли. Это 10 штучек перчаточек. Термоносочки 10 штучек. Теплые носки, варежки, средства личной гигиены, иконы. Это посылка для военнослужащих. Целую сумку вещей Галина Александровна собрала вместе с тремя подругами. Самая молодая участница таких сборов почти 80 лет. Самой старшей – 92. У бабушек традиция такая – приходить в пункт сбора каждый месяц. Каждый божий месяц, как только получаем пенсию, если даже кто-то первый получает, и все равно идет на свои денежки и покупает, а потом уже, когда другие подкупают пенсию, они возвращают. Так что все хорошо, все для наших парней, чтобы только скорее была победа. В этом пункте сбора помощи военнослужащим выдают вещи всем, кто едет в зону специальной военной операции. Каждому складывают обувь, одежду, средства защиты, медикаменты и продукты. Тикток приехал из другого региона, подписал контракт в Сургуте. И, как говорится, с порога ощутил поддержку. Помощь, она очень важна, когда солдат. Ну и в крае вашем очень хорошее такое обеспечение. Как говорится, я приехал с Алтайского края. Как говорится, все необходимое на первое время, как говорится, и для дальнейших выполнений боевой задачи уже есть. Ну, в вашем регионе, как говорится, более существенная, как говорится, подготовка бойцов, обеспечение, так как денежное, так же и, ну, сами как видите, и по одежде, и еще почему-то по экипировке. То есть очень достойное. Подписавшие контракт в Югре получают выплаты в размере почти 1 миллион рублей. В эту сумму входят выплаты Министерства обороны страны, региональные и муниципальные. Помимо этого, гражданам из других регионов оплачивается проезд, проживание и питание до отправки. И выплачивается 150 тысяч рублей каждые два месяца несения службы. Также муниципалитет при подписании контракта предоставляет шлем высокой уровня защиты и тактическую медицинскую аптечку. От округа предоставляется рюкзак на 38 позиций, а также нам помогает народный фронт, который также дает парням гуманитарную помощь в виде вещевого обеспечения. Торт на пункте сбора не для бойцов. Так сургутянин с позывным «Румын» решил поблагодарить волонтеров. Перед отправкой в зону специальной военной операции все необходимое получил именно здесь. По возвращению обещал обязательно зайти в гости и сдержал слово. Был уговор, такой разговор, что баночка кильки и тортик. Пришли поблагодарить. Потому что благодаря им делают доброе дело. Благодаря им моральная поддержка. То, что понимаем, что мы не одни. Сейчас в пункте сбора помощи военнослужащим нехватка теплых вещей. Требуются носки, стельки, сапоги и спальники. Леана Киамова, Владимир Ганьзе, телекомпания «Югра», Сургут. В Нижневартовске осудили налогового уклониста, задолжавшего государству огромную сумму. Уголовное дело расследовали в течение года. Фигурант – бывший руководитель нефтесервисной компании. С 2017 по 2020 годы подсудимый занимался финансово-хозяйственной деятельностью в организации, оказывающей услуги нефтяникам. При этом НДС бюджет не перечислял. В результате недоплаченная сумма составила практически 200 миллионов рублей. Свою вину экс-руководитель признал. Приговор вступил в законную силу. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде одного года, шести месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, суд удовлетворил иск прокуратуры о взыскании в доход федерального бюджета сумму ущерба, причиненного преступлением. В Югре объявили победителей первой экологической премии имени Геннадия Бухтина. На победу претендовали 9 финалистов, но обладателями награды стали только трое жителей региона. Победителем финального этапа стала жительница Хантамантийска Елена Микишева. Ее проект для безопасной переработки и утилизации отходов по итогам онлайн-голосования признан одним из лучших. Уже несколько лет Елена развивает эко-движение в Югре. Пункты приема вторичного сырья «Югра собирает» работают в нескольких городах округа. Экоцентр функционирует в Хантамантийске, Сургуте и Нижневартовске. Но частью большого стали не только жители этих трех городов. Людям стало интересно приезжать даже из отдаленных населенных пунктов к нам. То есть Югра – это уникальная территория, где расстояние совершенно не предел. И когда, положим, в мае у нас завершился сбор по батареечкам, мы стали подбивать географию. И, собственно, для нас стало вот этим удивлением, что не только три города подключились активно к сбору, 45 населенных пунктов приехали. Проект развивается. В ближайших планах открытие второго пункта сбора в Сургуте и появление нового центра в Когалыме. Волейбольные матчи Суперлиги проходят в Югре. Четвертый тур открытого чемпионата лучших клубов России принимает Нижневартовск. 8 ноября здесь встретились Нижневартовская Югра Самотлор и Динамо Ло Ленинградской области. Гости приехали в звездном составе. За них играли обладатель Кубка мира Денис Бирюков. Участник Олимпийских игр Болгарин Тодор Скримов и чемпион Европы в составе сборной Сербии Марко Ивович. Хозяевам удача улыбнулась лишь во втором сете, где они победили со счетом 26-24. В третьем они лишь немного уступили игрокам из Ленинградской области 23-25. Но все же матч закончился в пользу динамовцев. Из четырех сетов три выиграли гости. До этого они потерпели поражение от сургутян, проиграв команде «Газпром Югра». В Нижневартовске смогли собраться и победить. После поражения всегда тяжело. Настраивались, мы знали, куда едем. Всегда тяжело. И поэтому сегодня рады, что победили. Начали вроде бы неплохо, держали подачу. Но во второй партии где-то количество своих ошибок зашкаливало. Команда «Самотлор» вернулась в борьбу. Поэтому получилась довольно плотная игра. У меня на этом все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Далее на телеканале «Югра» погода и коммерческая информация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова